Всем привет! Давно я хотел сделать какой-нибудь проект на алюминиевой плате. И вот этот день настал. Расскажу вам с какими трудностями столкнулся и как не нужно делать. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. А началось все с того, что мне подогнали две нерабочие фары от велосипеда. Их в дождь залило водой и по итогу перестали светить. Я же решил не чинить, а делать с нуля. Сами фары не просто для велосипеда, а для электровелосипеда. И входное напряжение у них было от 12 до 60 вольт. Значит нам нужно сделать не хуже. Второе, что мне хотелось сделать, это нормально реализовать ближний и дальний свет. В оригинале было по-тупому. Нужно несколько раз нажать на клавишу, и в зависимости от этого переключается яркость. Я же хотел, чтобы управление было дополнительным контактом, что в конечном итоге оказалось хуже. Итак, давайте пройдем весь путь, который я прошел со старта проекта. Первым делом нам нужно выбрать управляющую микросхему. На самом деле это нелегко. Нужно было взять какую-то популярную микросхему, и чтобы она соответствовала требованиям. Я сначала по ошибке купил не ту, так как увидел на сайте, что там 60 вольт входное. А в даташите не обратил внимания на то, что напряжение то ниже. По итогу выбор пал на микросхему LM3414HV, которая полностью соответствовала требованиям. У нее есть и регулировка тока через внешний резистор, и регулировка частоты. Входное напряжение до 60 вольт. Единственное, что меня смущало, это количество диодов, которые можно подключить. Везде в примерах было 4 и больше светодиода. Так как чем больше светодиодов, тем выше КПД. А я же хотел вообще поставить один светодиод. И думал, что КПД будет просто прошивым. Но на таких мощностях, мне кажется, этим можно пренебречь. Но все-таки я решил сделать плату универсальной, в которой будет возможность установить или один мощный светодиод, или несколько менее мощных. В качестве мощного я выбрал светодиод от КРИ, который в пике может давать 10 ватт. Правда, когда я заказывал, я не нашел голых светодиодов и взял с подложкой. Только потом уже находил голые светики. Но это не проблема. Маломощные же светодиоды взял на пол ватта. На этом выбор комплектухи завершен. Следующий этап это создание прототипа. Для этого необходимо нарисовать плату. Казалось бы, это просто, но не совсем. В первую очередь нужно добавить новые компоненты в библиотеку. Чтоб моделька полностью соответствовала тому, как будет в реальности. Иначе использование такого софта, как Altium, теряет смысл. Когда плата готова, я по-быстрому сделал прототип на текстолите. И понял, что косячнул. Я не отзеркалил верхний слой. Ну ничего. Благо, кроме микросхемы, все элементы симметричные. И можно просто вывернуть ее наизнанку. Что, собственно, я и сделал. Паять же плату решил на нижнем подогреве. Так как светодиоды не имеют выводов снаружи. А если паять их феном, то можно превратить в кашу. В принципе, это реально. Но я не стал портить себе жизнь и воспользовался станцией. Настала очередь запустить изделие. Подключаем к блочку, подаем питание. И все работает. Отлично. Также проверил работу цепочки светодиодов. Они, соответственно, тоже работают. Можно идти дальше. Доработаем немного схему. А именно, добавим регулировку тока. Делается это с помощью транзистора и дополнительного резистора. Как видим из даташита таблицу, при каком резисторе какой будет ток. Я выбрал на холостом минимальный ток. А при включении транзистора он возрастает до 1 ампера. Также добавил диод от переполюсовки, чтобы защититься от неправильного включения. Ну и, собственно, остался один элемент, о котором стоит поговорить. Это дроссель. Его необходимо посчитать по формуле из даташита. Там, в принципе, не сложно. И у меня вышла минимальная индуктивность 4,7 микрогенри. Под рукой были только на 47 микрогенри. И я их поставил в свое изделие. Далее я выгрузил гербер-файлы и отправил их на изготовление в Китай. В компанию PCBWay. Указал, что я хочу получить имена алюминиевые платы. Выбрал цвет маски и шелкографии. И думал, что на этом все. Кинул товар в корзину и стал ждать. Но тут появились грабли. Итак, на что стоит обратить внимание. Алюминиевая подложка это отдельная часть платы. Но есть возможность соединить медь и алюминий. Не знаю, как они это делают. Но это возможно и очень дорого. О чем нелюбезно сообщил менеджер. Я сначала не понимал, что от меня хотят. Но спустя время понял. Поэтому лучше вообще не оставлять отверстий, у которых включена металлизация. А еще лучше, просто сделайте площадки под пайку. И не ставьте отверстия. Спустя пару недель я получил платы. Вот в такой маленькой коробочке. Качество, как обычно, на высоте. Можно приступать к монтажу. Тут стоит вас обрадовать. Без фена такую плату не запаять. А еще лучше нижний подогрев. Так как плата очень теплоемкая. И греть ее придется долго. Хорошо, что у меня есть нижний подогрев. И я могу сделать эту операцию с большим комфортом. Но все равно получилось не очень красиво. Так как я делал это в первый раз. В дальнейшем я бы паял это с помощью пасты, а не припоя. Также я помогал себе феном, чтобы выровнять элементы. Все кроме светодиодов. Их я сначала выпаял с подложки. А потом припаял на свою плату. Когда закончили с пайкой, достаем платки и даем им остыть. И вот теперь можно приступать к проверке. В первую очередь просто подаем питание. И все без проблем стартануло. Теперь можно проверить, как изменяется уровень яркости. В зависимости от управляющего контакта. Как видим яркость становится выше. Платы готовы. Нужно теперь все довести до ума. Для начала нужно залить отверстия герметиком, чтобы в них снова не попала вода. А также герметиком я залью и сами платы, для надежности. С этим понятно. Следующий шаг это сделать крепление на велосипед. Тут было принято решение использовать пластиковый держатель, напечатанный на 3D принтере, в который вставляются фары. И который будет крепиться к велосипеду. Также на держателе будут кнопки управления. Вот тут и проявилось то, про что я говорил. А именно управление стало хуже. Так как одним выключателем уже невозможно управлять и включением, и яркостью. Нужно делать либо два отдельных выключателя. Либо выключатель с двумя группами контактов. А они бывают только в больших корпусах. Короче это боль. Но ничего. Приложив некое усилие, я смог это все соединить. Можно посмотреть, как это выглядит в сборе. Если посветить на пол такой фарой, то можно увидеть два пучка света. Которые расположены друг на другом. Это еще одна великая задумка. Одна фара светит прямо, а другая на 8 градусов выше. И таким образом пятно будет длиннее. И я смогу разглядеть больше участок дороги. Установил фару на велосипед. Получилось довольно неплохо. И расположение нижнее. За что другие водители скажут спасибо. Ночь уже светит довольно уверенно. И можно спокойно себе ехать по темным участкам. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok